МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Весь мост, включая подъезды, будут длиной в один километр. Пролет над водой почти 500 метров. Чтобы сам мост стал легче, на пешеходной зоне вместо асфальта уложили специальное покрытие. А благодаря этим двум 15-метровым аркам переправа сможет выдержать вес до 120 тонн. К лету машин на дорогах города станет значительно больше. А значит, движение необходимо сделать максимально безопасным. Старый Яблоновский мост построен больше полувека назад. Он уже не справляется с нагрузкой, да ширина полос не отвечает современным нормам. А его пропускная способность изначально рассчитана всего на 6000 автомобилей в сутки. В час пик по старому мосту проезжает около 3000 автомобилей в час. В сутки это примерно 25-30 тысяч машин. Благодаря тому, что новая переправа четырехполосная, пропускная способность увеличится, а время в пути сократится вдвое. Многие водители надеялись, что после того, как откроют две полосы на новом мосту, там поедут машины в сторону Краснодара. Вот по старому в сторону Яблоновского. И пробок станет меньше. Сейчас они растягиваются аж на километр. Однако, говорят специалисты, так сделать не получится. Вот две полосы, которые мы будем достраивать. И сейчас нет возможности их спускать, потому что идет движение на старый Яблоновский мост. А после того, как мы переключим движение, эти полосы освободятся, мы их разберем и доделаем новые подходы. По прогнозам, к 2025-му пассажиропоток через Яблоновский мост достигнет 60 тысяч автомобилей в сутки. Однако, новая переправа сможет справиться с таким интенсивным движением уже к концу этого года. Андрей Секретарев, Мария Ширяева, Дмитрий Заберин и Андрей Чеснов. Кубань-24, Краснодар.